Сейчас я буду рисовать вот это дерево, которое удивительным образом так склонилось и оно трагично, оно где-то немножечко даже мистично Сейчас я вам покажу, как это сделать очень быстро, когда времени мало Конечно, везде сейчас изоляция и долго оставаться не особо приятно Ну и чтобы никто не подошел, не было проблем Смотрите, друзья, деревья всегда начинаем делать так, чтобы это было не посередине, как я всегда говорил, а сбоку Ну в данном случае я немножко хочу сделать его слева, с левой стороны И я сразу показываю его движение, его пластичность Причем пластичность у этого дерева удивительная Я сразу показываю верх целиком И потом уже делаю какие-то красивые такие изгибы Которые уже его могут показать Сущность этого дерева Даже, можно сказать, дух этого дерева Потому что у каждого дерева есть дух И я в этом убежден 100% Вот Сам на своем пути Не раз это видел Чувствовал Ну, как видите, я замечаю самые теневые части в этом дереве Да? С большой скоростью рисую, друзья Показывая какие-то веточки, которые сзади Показываю основные, конечно, ветки Вот Почему я не рисую его целиком в этой ситуации? Потому что я оставляю место для правой части Здесь у меня будет красиво ходить Немножечко такая даль И чуть-чуть вдалеке я показываю Ряд маленьких таких березок, которые вон там вдалеке есть Вот Как вы видите, да, они вдалеке там стоят Я их чуть-чуть так касаюсь И показываю их удивительную такую вот Уходящую такую Вот Продолжаю опять набрасывать на этом дереве веточки Это делаю конкретно Вот Поверьте, всегда такой рисунок по памяти можно изобразить Потому что он такой достаточно живой Вообще, чем живее рисунок, тем легче Потом изобразить это в цвете Вот сейчас как раз солнышко выглянуло И очень контрастные стали тени И это прямо вдохновляет Вдохновляет прямо Это проработать Ну, много времени, видите, я не трачу на Такой набросок Я сейчас уже скоро остановлюсь И пойду уже делать следующий Следующий поиск мотива Поиск следующего дерева Вот сейчас выглянул солнышко Я показываю сразу эти тени Которые настолько Удивительны Настолько они Сразу уходят, да Уводят дерево в перспективу Вдаль Там сразу видно, что это, да Вот И это просто Это просто супер Ну, как видите, это окончание У меня уже слева сделано И справа я чуть-чуть довожу Показываю, что там Много-много-много Может быть тоненьких веточек Вот, я их немножко показываю Ну вот, друзья мои Вот такой получился Маленький такой Получился небольшой набросок Я, поверьте, в этом очень дорожу Потому что здесь Мне удалось, ну, во-первых Поймать, схватить это дерево Почему поймать? Потому что его можно пройти Можно идти и не заметить Такие простые Вроде интересные вещи И это очень здорово Потому что нужно Из всей массы деревьев Находить что-то одно Что-то интересное Что вас привлечет И начать это Красиво показывать И выявлять Друзья, идем за следующим деревом За следующим поиском Вперед Творческая охота продолжается И сейчас я обнаружил Вот такое интересное дерево Где, конечно, я вижу Что это должна быть горизонтальная Горизонтальная поверхность листа И здесь очень важно понимать Что, опять же, уходит солнце Нужно быстро ловить какие-то моменты И поехали Значит, сейчас Поскольку оно такое С наклоном дерево Естественно, я посередине сажать его не хочу Я его посажу, наоборот, в правый бок В правый бок И делаю буквально его в одно касание Вот оно Вот оно Одно касание Которое Мне дает сразу возможность Показать его Движение Его пластику Господи, какая там красота Сколько там всего Удивительного И Вот очень важно Вот в таких условиях Нас учит это показать Очень быстро Да Вот Чтобы можно было Выявить главный Главный в этом объекте Детальность Да Пластичность, повторю И светотень Как видите, я начинаю от общего И потом делаю детали Я сразу показываю главные веточки от него Исходящие Идущие Где-то показываю щель Причем Вот этим пломастером можно рисовать Как и тонко Так вот Как и бочком кладя И показываю Какую-то вот эту вот Как раз фактурность Дерева С правой стороны У меня такая теневая часть Поэтому я увожу это в тень Ну и время, друзья Время, конечно Стараюсь много не уделять Вот я показываю Сзади немножечко Чуть-чуть Деревца Который вдалеке Вот Еще немножко Выявляю Еще немножко Выявляю Делаю контраст С левой стороны Внизу Ну вот, друзья Оно почти готово Дальше я показываю Немножечко То, что есть вдалеке Конечно Задний план Там может быть Какой-то заборчик Домик С небольшой крышей И, конечно, тени Друзья, тени Которые нужно тоже показать Они идут вот так вот неровно Стелятся так по земле Красиво, знаете Как волна такая Как волна Причем тоже очень разные Тоже очень разные Ну вот, друзья И готов такой следующий Маленький набросок Так что поехали дальше Друзья Ну и следующий мотив Это прекрасная Замечательная лиственница Не могу ее не нарисовать Почему? Потому что Я увидел белочку Кстати, найдите белочку На фотографии Будете молодцы Если будете внимательны Белочка настолько чудесная Что она меня просто Привлекла Нарисовать Такие прекрасные деревья Поехали Здесь замечательный Мотив И тоже я это делаю быстро Я схватываю Когда два дерева Сразу Схватываю два дерева Я показываю их Строение Такое вот Знаете Как общее такое Движение Что они вместе Они вместе рядом Естественно Что они там Друзья или подруги Вот Такая парочка Получается Или как парочка Целая И показываю Конечно Их такие вот Размашистые Размашистые Красивые веточки Удивительные Которые так вот Красиво В разные В разные стороны Расходятся Конечно Показываю Так вот Шершаво Бочком Ребята Вот рисуют Там сзади дом И оттуда А кстати Он пустой Раздается Какой-то скрип Что-то меня Это уже немного Пугает Ну ладно Я надеюсь Что нас тут Не съедят Сейчас я показываю Дальше Вот эти веточки Да Что может быть За скрип Интересно Вот смотрите Вот такую сейчас Делаю большую ветку Которую нам показывает Именно перспективу То есть нам Дает ощущение Этого Движения Движения Того что у нас Она выступает на нас Да Людей сейчас нету И поражает Что Такая тишина Знаете Здесь прям ощущение Особенной мистики Потому что Из того дома Который пустой До сих пор Раздается скрип Я не знаю Что это может быть Но Как будто бы Кто-то точит зубы Вы знаете Вот Ну что же И вот у меня уже Подходит к концу Этот быстрый набросок Почему Потому что Я уже главное Схватил То что мне было интересно Тут эти основные ветки Ну и конечно Надо показывать Его характер Да Чтобы это было понятно Что это Там уже Не кустик Не какое-то Другое дерево А именно Уже что-то похожее На лиственнич Ну и где-то там Вдалеке Я показываю Немножко дом Который так Чуть-чуть выступает И здесь у меня будет Как раз Это вот Мистическое окно Из которого Видимо Раздавался скрип Оно разбито В этом доме Никто уже не живет Чуть-чуть Я вот так Чуть-чуть Намечаю Да Вот И немножко Тоже показываю Тени Тени такие Темные Мощные Немножко Показываю Даль Ну и заднее дерево Видите Я не рисую его явным Я делаю конкретно Вот это Чтобы то было Недалеке Там я чуть-чуть Просто намечаю Что там тоже есть Веточки Но уже так Не прорисовываю Сильно Как вот это Ну вот друзья Опять скрип Все друзья Мне нужно бежать Потому что Скрип продолжается И похоже Всем пока До новых встреч С вами был художник Фёр Русачев Акварельный гном Всем удачи Вдохновения